Приветствую вас на телеканале М1. Я Мария Лопатой, вы смотрите новости из Венгрии. Коротко о главных событиях дня. Виктор Орбан добился самой низкой цены на газ, пишет издание Мандинер на основе статьи Financial Times. Британская газета сравнила европейские цены на газ и венгерские оказались самыми низкими, а цена на электроэнергию в Великобритании как минимум на 30% выше, чем у многих европейских соседей. В статье отмечается, что цена на газ для бытовых потребителей в Венгрии самая низкая. Премьер-министр Виктор Орбан заключил ряд соглашений с Россией, которые обеспечивают поставки газа по более низкой цене. Подавляющее большинство венгров вместо новых санкций Брюсселя поддерживают скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом говорится в исследовании центра САЗАДВЕЙК. По их словам, очевидно, что санкционная политика Брюсселя провалилась и оказала разрушительное воздействие на экономику и энергетическую безопасность Европы. 86% опрошенных согласны с тем, что Россию и Украину нужно принудить к мирным договорам. Французский депутат Европарламента от правых сил назвал возмутительным тот факт, что Еврокомиссия удерживает средства ЕС, положенные в Венгрии. По словам главы французской правой делегации Жанна-Поля Гарро, Брюссель несправедливо обвиняет Венгрию в систематических нарушениях верховенства закона только потому, что венгерское правительство не согласно с его идеологией, цель которой превратить Евросоюз в сверхгосударство. Доклад о Венгрии, который будет представлен Европарламенту на следующей неделе, подготовлен в духе этой идеологии, заявил председатель Франции и подчеркнул, что обвинения в докладе беспочвенны и некорректны. В Венгрию поступила первая партия новой вакцины от коронавируса. В ней 109 440 доз. Всего будет доставлено 9,5 миллиона доз. Новая вакцина будет доступна в пунктах вакцинации со следующей недели, после того, как инструкцию по применению выпустят на венгерском языке. Поставки продолжатся и в следующем году новыми партиями в 6,5 миллионов доз. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин